Последний в этом сезоне праздник микрорайона прошел во дворе дома номер 15 по проспекту 30-летия Победы. Здесь собрались жители всего квартала. Мне хотелось от имени главы города поздравить вас с данным праздником и пожелать, чтобы вы всегда оставались таким же активным. Ведь ваша активность, она служит мерилом наших действий. То есть вы принимаете участие в благоустройстве своих территорий, вы создаете удобство для себя. Мы след за вами подтягиваемся и вы, жители данного микрорайона, видите, как сейчас благоустраивается территория Затюза. Театр юного зрителя, а ранее клуб «Дружба» был и остается одним из центральных учреждений микрорайона. Как строилось это здание и разрастался весь квартал, гости праздника могли увидеть на мини-выставке фотографий. Специалисты музейно-выставочного центра подробно рассказывали о каждом снимке, о жизни города, когда проспект 30-летия Победы был улицей Театральной, и о том, как магазин «Чайка» связан с советской программой освоения бескрайних просторов космоса. У нас была гостиница «Космос» и магазин «Чайка», именно потому, что тогда все расслабили космос, наш первый космонавт, Юрий Гагарин, первая женщина-космонавт, Валентина Терешкова, и позывные у нее были «Чайка». И тогда модно было называть именно так все торговые точки, главные, центральные. Все фотографии из архивов музейно-выставочного центра. Самые ранние снимки сделаны в 50-х годах прошлого века, когда в лесах под Пензой только начинали строить юный Заречный. Это фотографии 1961 года, свидетельство того, что первые праздники дворов проходили именно в этом микрорайоне. Здесь запечатлены жители, которые проводят велогонки рядом с клубом «Дружба». Сейчас на праздниках микрорайонов велогонок не устраивают, не позволяет тесная городская застройка, но им найдена альтернатива. Для гостей работали несколько творческих и игровых площадок, где каждый мог найти себе занятие по душе. Например, юные зареченцы осваивали азы японского искусства оригами и делали из бумаги белых журавликов. Система маленьком кусочке бумаги, с квадратом. Потом сгибаешь потихоньку, получается такой журавль. У нас специальные точки дергать, и он будет махать крючками. Пока дети искали себя в творчестве, взрослые решали бытовые вопросы. Праздники микрорайонов – это еще и возможность напрямую пообщаться с чиновниками, рассказать им о своих проблемах. Сотрудники администрации, которые всегда очень заняты, а здесь получается возможность экономить время. Бывает съезд, где-то свет, где-то асфальт. Это же не просто двором перебрасывать, скажем, Братской и Проспект Мира, а наш микрорайон – это квадрат. И какие-то проблемы они раз согласовали. Этот праздник микрорайона завершил летний сезон встреч в рамках конкурса общественных инициатив «Мой дом, мой двор». По традиции, самые активные жители окрестных дворов получили благодарственные письма и памятные адреса главы города, а также знаки и удостоверения гражданина страны Росатом. Сделать наш город еще более комфортным и уютным могут не только активисты конкурса благоустройства «Мой дом, мой двор». Любой горожанин может проголосовать за этот и другие социально значимые проекты, реализуемые в Заречном, на интернет-сайте проекта «Росатом вместе». Ксения Тризна, Вячеслав Юртаев, телерадио, компания «Заречный».